Здравствуйте, этот видос я начинаю с того, что расскажу вам про совпадения, которые не случайны. Как говорила черепаха, как говорила черепаха в кунг-фу-панде, совпадения, как случайности не случайны. Решил сфоткать, что я сижу в серф-кофе, фоткаю, выкладываю в инсту и через 5 секунд получаю подзатыльник смачный от Гавра. Гавр это лютый коптерщик, вы знаете. Коптерщик, они кстати не любят, что его называют коптерщик, поэтому это лютый коптерщик Гавр. Он мне рассказывает, что надо им ехать в Сочи. Я говорю, о, ребят, я тоже хочу ехать в Сочи. Мы едем в сторону отеля, пропускаем благополучно поворот, проезжаем мимо площадки Адлер знаменитой и встречаем стандрайдера. Доезжаем до отеля, ребята берут сумки, спускаются и говорят, нас в Сочи пока что не ждут, только вечером. И тут мы понимаем с Гавром, что снимаем крутой видос про стандрайдеров из Сочи. Что за мотоцикл у тебя? У меня Кавасаки ZTX 636, 2004 год. Я свой мотоцикл купил полностью в заводском исполнении, в стандарте, вообще весь специально искал, чтобы никто в него не лазил. В первую очередь я сделал усиление некоторых узлов, таких как подрамник. Я его усилил, вот это вот не заводское исполнение уже. На подрамник приходит большая нагрузка в станте, если его не усилять, он может сломаться. Второе, что такое необходимое в стандрайдинге, это хендбрейк, он с этой стороны вот находится. Здесь три суппорта установлены, один у нас управляется ногой и два суппорта управляется с руля. Дополнительно установил защиту, потому что мотоцикл периодически падает все-таки, несмотря на то, что даже если стараешься аккуратно, вот стащилось здесь все, видно. Вот пластмасса вся лопается, это все от падения. Соответственно, звезда задняя большего диаметра с большим количеством зубов. Ну, чтобы крутящего момента добавить, то есть на первой передаче у нас максимальная тяга, но в ущерб скорости, скажем так. Субтитры сделал DimaTorzok Что еще я сделал такого здесь? Руль? Руль я стандартный, соответственно, убрал, поставил усиленные клипоны. Для станды надо более широкий руль и более прямой. Вот здесь усиление крепления переднего пластика. Если посмотрите, оно вот здесь уходит и крепится к раме. Сюда можно упираться ногой и делать стопи. Мотор на Каве четвертого года такой самый классный, то есть ничего не надо практически делать. Единственное, что ты заливаешь масла побольше, чем там уровень, и все, и катаешься. Дамы и господа, это новая рубрика наших блоков. Артем дергает ручник на парковке и рассказывает о чем-то очень важном. У меня в конверте. Вы не поверите. Вы не поверите. Это, конечно же, гоу-хардстикеры. Посмотрите, какие они красивые. Посмотрите, как они переливаются до солнца. Посмотрите, как они блестят. Посмотрите, как они привлекают внимание людей. У нас есть как такие модные голографические типы, которые на солнце переливаются. Так есть. И вот такие, типа, стандартненькие. В общем, мы реально круто работаем с дизайнером, который делает прям очень стильные картинки. И постоянно разрабатываем новые стикеры. И по ссылке в описании наш магазин на Озон, где вы можете посмотреть и приобрести, конечно же, наши стикеры. И основная их фишка в том, что они объемные. То есть пальцами ощущается прям объем. Хрен такие сыщешь. А мелкий текст, он даже с 3D объемом. И даже ваш слабовидящий друг сможет все прочитать. Переходи по ссылке в описании. Да, я на мотоцикле не гонял два месяца. Прокатился Грузия, Турция на машинке. И сейчас немножко с непривычки тяжело. Руки быстро забиваются. Все равно, чтобы гонять так круто, как я, надо на турничках желать заниматься хотя бы раз в неделю. Продолжение следует... Как мопед поживает? Мопед жив, я бы описал таким словом. Он у меня уже 10 лет жив. И пока еще жив. Не самый живой, но нормально. Блядь! Я Иванов Виталий. Катаюсь на заднем. У меня есть YouTube-канал. Можете подписываться на него. Виталий, в каком вы стиле катаетесь? В грязном стиле, в черном максимально. Делаем перегазовочки, станки. Делаем скрэп, но не жопой. Это красач, лют. Это 85, как и высоки. Вот. Реальный стиль. Это двухтактный байк. Поэтому это рэп. Реальный рэп. Здесь нет ни дублеров, ничего. Здесь максимальный сток. Сцепление, тормоза. Передний, задний. Ну и все, в принципе. Все, что нужно для того, чтобы валить на заднем, как негр. Как дела в Сочи со стантом? Дела, в принципе, нормальные. Только иногда приезжают гаечники, напрягают иногда. Но вроде сейчас с ними подружились. Нашли, короче, общий язык. И будем сейчас долбить вместе с ними. Есть, скажем так, определенные цели, которые ты поставил в самом начале. Ты что-то увидел и хочешь этого достичь. И пытаешься идти к этому, чтобы довести до идеала. Соответственно, со временем это просто перерождает в образ жизни. И ты катаешься, просто кайф. Случайности не случайны. Не забывайте. Так, ребятки. Прошлый видос. Мы говорили о том, что разыгрываем рейсинг-такси с Антохой в руле на гоночном треке каком-то. Я думаю, сами договоритесь с Антоном, когда он где будет. Вот. Рандомно выбираем комментарий. С помощью вот этого сайта. Комментарий обязательно должен был быть позитивным. Поэтому никакого негатива. Так, втыкаем. Чик. 140 комментариев. Молодцы, что написали. Очень приятно читать. Я увидел, что вам интересна тема кольца, поэтому мы обязательно продолжим. Так, давайте. Барабанные палочки. Барабанная дробь. И нажимаем старт. Так, давай, 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 давай. Я надеюсь, вам видно хорошо на GoPro. Так, не знаю насчет позитивно-негативного комментария. Может, человек втихуя от жены приехал на это RX-7, а вы снимаете ее. Барли. Человек с ником Барли. Так, давайте я сохраню скрин, сделаю. И мы в соцсетях попытаемся с этим человеком связаться. Спасибо, что смотрели этот видос. Подписывайтесь, пишите комментарии, выигрывайте всякие штуки от GoHard. С удовольствием будем проводить такие розыгрыши.